А большой каток на набережной Хабаровска готовится принять посетителей. Его официальное открытие состоится уже завтра. В этом году лёд традиционно поделят на зоны. Помимо общей площади своё безопасное место будет у детей. Также отдельная зона обустроена под кёрлинг. Каток на набережной – один из самых больших уличных катков в стране. Его общая площадь – 7 тысяч квадратных метров. Свои катки в декабре появляются и на жилмассивах в городах и сёлах края. Решение, быть ли во дворе катку, люди принимают сами на собрании собственников. Несмотря на то, что работы связаны с дополнительными затратами, ледовые площадки во дворах организуют всё чаще. И детям развлечения, и физнагрузка на свежем воздухе прямо под окнами. Да и взрослые тоже катаются с удовольствием. Кстати, в этом году в крае вновь состоится конкурс на лучший уличный каток в муниципалитетах. Впервые такой конкурс прошёл в прошлом году. Состязались в двух основных номинациях – лучший дворовый и лучший муниципальный каток. Призёров определяли сами жители с помощью интернет-голосования. Победители получили денежные призы от 50 до 150 тысяч рублей. Деньги они потратили на покупку спортивного инвентаря и обустройство катков. Участие в соревновании за звание лучшего в прошлом году приняли более 180 ледовых площадок со всего края. Подробнее о конкурсе, о катках маленьких и больших мы поговорим с министром спорта Хаваровского края Дмитрием Чекуновым. Доброе утро. Доброе утро. В первую очередь хочется расспросить у вас про тот конкурс, про который сказал сейчас Егор. Вот лучший уличный каток. Этот конкурс проводится для сельских территорий или города тоже могут участвовать? И вообще там как принять участие в этом конкурсе? Егор уже практически все рассказал, не оставил уже никакой информации, но дополню. В этом году мы решили немного расширить этот конкурс. Почему? В прошлом году столкнулись с такой проблемой, что две номинации в городах и муниципальных районах разделили. Но понимаем, что конкурирует, например, даже в том же городе Хабаровске или в городе Комсомольске, ну, с катком на стадионе «Авангард» в городе Комсомольске, да? Ну, какой там, какая коробка будет и сможет с ним конкурировать? Конечно, нет. Он гораздо больше, он вмещает больше людей, он и выглядит лучше. И плюс там есть средства городского бюджета, на которые можно этот каток благоустроить. То же самое в городе Хабаровске. Стадион «Нефтяник», стадион «Юность» на заре. И коробки, которые во дворах заливаются, ну, конечно, их нельзя сравнивать. Поэтому вышла номинация «Дворовый каток». Поэтому, да, решили разделить и добавить еще одну номинацию, чтобы было справедливо. И тем самым обеспечим равные условия для всех. Какие призы получают победители? Призы также будут в этом году денежные, на которые можно будет приобрести реквизит. Инвентарь. Либо улучшить инфраструктуру инвентарь. А вот вы знаете, мне интересно, что оценивается во дворовых катках, да? То есть качество самой коробки, качество льда, качество заливки льда? Или как-то организация работы с детьми, да, например? Вот по прошлому году, если брать и анализировать, то вот мы глубоко убеждены и увидели, что в основном, в основном люди голосуют за картинку. То есть у нас же было интернет-голосование, да? Волос-27 нам показал, что люди голосовали за картинку. По сути, выиграл тот каток, который имел наиболее... Самые красивые фотографии, да? Это как с девушками в Инстаграме, знаете ли? А как принять участие в конкурсе? Элементарно заливаем каток, подаем заявку и видим на сайте. Фотографируем? Видим на сайте, да, и голосуем. Как организуется заливка катка во дворах? Потому что прекрасно мы понимаем, что, к сожалению, не в каждом дворе есть каток, и иногда хотелось бы. Но вот почему не происходит, например, заливки, и в тех дворах, где это есть, чья это инициатива, как это организуют? На примере своего двора расскажу. У нас есть тоже ТСЖ, вот у нас во дворе есть детская коробка, она универсальная, летняя, с асфальтовым покрытием. Ну, собственно говоря, ничего сложного. С председателем ТСЖ согласовывается вопрос, открываются краны. Общим собранием? Общим собранием открывается крана, заливается каток, никто не против. Стоит это очень немного. То есть обязательно должна быть коробка? Ну, конечно. Есть дворы, где нет коробки, тоже умудряются заливать. Если коробки нет, куда лить? Ну, выбирают какой-то участок, ограждают его. Ну, возможно, есть и такие варианты, я тоже их видел, там, грубо говоря, снежный бортик, да, и... Ну, это допустимо, да? Это допустимо, конечно. А вот это все делается, поддерживается только силами и средствами жильцов? Те катки, которые заливаются на территории ТСЖ, это либо управляющая компания, либо ТСЖ, либо собственники. Ну, муниципальные катки, понятно, они... Ну, там нужна какая-то особая технология, особые знания и умения, а то можно, знаете, залить такой классный, что на нем неизвестно, как кататься будем. Конечно, ледовая, ледоуборочная, либо ледозаливочная машина имеется не на каждом катке, но подручными средствами, шланг, вода, волокуша, простыми нашими, скажем, дедовскими способами элементарно залить. А вот если говорить о развитии массового спорта, да, и об укреплении здоровья, о том, чтобы физкультуру в массы, вот эти катки, они способствуют этому? Проходят ли какие-то, допустим, уличные групповые тренировки? Может быть, можно привлечь каких-то специалистов, тренеров для того, чтобы они давали детям элементарные знания? В городе Хабаровске, в Комсомольске, в Амурском муниципальном районе, в Комсомольском районе такая работа поставлена. Есть инструкторы, которые работают. Они, конечно, не на каждый каток выходят, но такая опция доступна. А как они приходят? Приглашать можно их? Введены ставки в муниципальных районах, и ставка называется инструктор по спорту, по месту жительства. Понятно, в Хабаровске есть такое? В Хабаровске есть. Вот город Хабаровск в этом плане, они передовики вообще. А сколько вот так тренеров работает в Хабаровске? Порядка 30 у них. Они как-то сами определяют территорию? По месту жительства за районом, за каждым тренером закреплены районы, к которым они работают. А соревнования дворовые какие-то? Соревнования нет, это скорее массовые какие-то мероприятия, веселый старт. Давайте от малых катков перейдем к более крупным, большим. Вот сколько сейчас городских катков в Хабаровске крупных? Ну еще не посчитал, процесс идет. Процесс идет, сколько будет? Подведем итоги. Но я думаю, цифру там больше стата должна быть в городе Хабаровске. Это минимум. Крупные, давайте прохожу. Крупные, ну крупные это традиционные. Это каток на стадионе Ленина, самый крупный каток, с которого начали сегодняшнее интервью. Это стадион Юность, это стадион Нефтяник, это стадион Дальдизель, это стадион Авангард. Это, пожалуй, самые крупные. Все, которые вы сейчас перечислили, они все доступны для массового катания или только для спортсменов, может быть, какие-то? Все доступны. Да, там, конечно, проходит и тренировочный процесс, но на каждом катке в определенное время предусмотрено массовое катание. Ну, одно дело массовое катание, когда приехал сам со своими коньками, другое дело, когда коньков нет, то в принципе прокаты. Прокаты открыты практически везде? Везде. Вот те катки, которые я озвучил, везде. И как варьируется стоимость катания вообще? 150-250 рублей в час, это стоимость катания. Средняя. Плюс там аренда коньков, тут не скажу, не подскажу, не готово сейчас. Спасибо большое, замечательное время наконец-то наступило, когда можно накататься на коньках вдоволь, при том, если вы не очень любите холод и боитесь морозов, например, как я, то есть закрытые площадки, где можно насладиться катанием, при этом не отморозить нос. Где-то около 0, где находится время в латином арене в тепле катать. Отлично, время точить, в общем, свои коньки. Спасибо вам большое. Напоминаем, кстати, про конкурс. Можно принять участие в конкурсе катков. Заливайте коробку, фотографируйте, принимайте участие обязательно. Напоминаем, что в гостях был Дмитрий Чекунов, министр спорта Хабаровского края.